Кому в Казахстане жить хорошо? В Бюро национальной статистики рассказали о том, сколько зарабатывают наши граждане в разных отраслях. Впереди всех руководители государственные служащие 372 тысячи тенге в месяц. Меньше всех доход у неквалифицированных рабочих 87 тысяч. Мой коллега Нургали Карабаев сегодня изучал официальные данные. Нургали, добрый вечер. Расскажи, сколько вы хотели зарабатывать наши граждане, чтобы не экономить, и готовы ли работодатели поднять минимальные оклады? Добрый вечер, обязательно расскажу. Вопрос зарплаты всегда остается актуальным для наших граждан, особенно с учетом роста цен практически на все. Но обо всем по порядку. Итак, Бюро национальной статистики провело исследование, где были изучены данные почти 3000 работников. И выяснилось, что чуть больше 1% из них зарабатывает в месяц до 45 тысяч. Каждый четвертый от 45 до 105 тысяч. То есть от одной минималки до 2,5 минимальных зарплат. Большая часть опрошенных, 37%, получает зарплату от 105 до 210 тысяч тенге. А тех, кто получает свыше 390 тысяч, около 11% опрошенных. Мы решили провести опрос среди казахстанцев и узнать, сколько бы они хотели зарабатывать в месяц, чтобы им хватало на самодостаточную жизнь. Получилось, что кому-то и 500 тысяч хватает, а кому-то и миллиона мало. Какая зарплата достаточная? Миллион тенге. Вам хватило бы на жизнь? Ну, нормально можно жить. Месяц? 500, наверное, тысяч. Ну, 2000 долларов – это просто достойный уровень, да, чтобы не то, что шиковать, а просто нормально жить. Ну, 1500, наверное, в месяц, я думаю. С нынешним курсом уровня жизни, думаю, реально не меньше 500 тысяч. Ну, минимум, наверное, 1300 надо зарабатывать, 250-300. Хотя бы 300 в месяц, хотя бы. Со следующего года в Казахстане вырастет размер минимальной зарплаты 42 500 до 60 тысяч тенге. То есть всем тем, кто сейчас получает зарплату до 60 тысяч, работодатели будут обязаны поднять оклад. И, судя по данным Бюро национальной статистики, таких людей немало. Экономист Махсат Халык говорит, что, в принципе, бизнес может повысить зарплату как минимум до минималки. Это сократит долю теневого рынка. Если посмотреть, у нас, оказывается, порядка миллиона человек получают зарплату на уровне минимальной зарплаты. Но на самом деле, я думаю, что это не так. Официально работодатели указывают 42 500. Остальное, например, 30-40-50 тысяч выдают в конвертах, чтобы меньше платить налоги. Поэтому уверен, что бизнес сможет поднять оклады до 60 тысяч тенге. Экономист в целом считает, что даже 60 тысяч в качестве минимальной зарплаты для Казахстана мало. Она должна составлять половину от медианной зарплаты. С учетом того, что ее размер в Казахстане в пределах 150 тысяч тенге, то МЗП должен быть минимум 75 тысяч тенге. Вот такое мнение у людей по зарплатам. Спасибо, Нургали Карабаев рассказал об ожиданиях и возможностях по повышению заработной платы.